Экскурсию по пожарной части начинают со двора. Краткий инструктаж и начальник ведет волонтеров внутрь здания. Первым делом в раздевалку. Тут ребята видят простой быт дежурных. Сразу после учебный класс. Их уже ждут огнеборцы, которые каждый день сидят за партой. Проводится занятие по тактике тушения пожара, профилактике тушения пожара, ну и нормативы разные практические по пожарно-строевой подготовке. Почти как в школе. Три урока по 45 минут теория и еще один практика. Ну а в это помещение стягивается вся оперативная информация с южной части города. О ДТП, ЧС и пожарах. Дежурный мозг и координатор действий огнеборцев, который поможет, направит и, если надо, пришлет медиков или подкрепления. Ребят ведут на улице, где делят на две команды. Одна узнает устройство пожарной машины, а другая надевает костюмы спасателей. Норматив жесткий, всего 20 секунд. Отлично. Сказал бы огонь, но будет немного неуместно. Жарко? Нет, не сложно. Даже еще не жарко. Прям чувствуется, что форма дышит как бы нормально. На время смог бы одеться за 20 секунд? Да. Если только потренировавшись вот это все. Как выяснилось, пожарные стараются не надевать свежевыстиранную форму на задание. Плохой знак. А вообще у каждого тут свои приметы, которым он строго следует. Главная задача у пожарного одна – потушить огонь и обязательно остаться в живых. Возвращение домой после смены – это самый главный девиз каждого пожарного. Потому что пожарного всегда ждут семьи, дети. Главное, чтобы все вернулись после смены. Волонтеры также узнали, как себя чувствует пожарный, когда ему нечем дышать. Добровольцы примерили на себя баллон с сжатым воздухом, который поможет продержаться в задымленном помещении от 25 до 40 минут. Ну а в финале урока ребята и девушки взяли в руки шланги и ощутили на себе, каково это – тушить пламя. Такой возможностью решил воспользоваться и я. Напор воды в стволе, что я держу в руках, одна атмосфера. Он запитан от гидранта. Когда его запитывают от машины, то сила потоков в 10 раз больше. Удержать его в руках достаточно сложно, даже очень сильному мужчине. Чтобы почувствовать, что пожарный – это твое, обычно нужно примерно три года. После этого срока человек либо остается навсегда огнеборцем, либо уходит из профессии. 15 лет назад нынешний начальник части точно так же пришел на открытый урок и уже не смог отказаться от профессии, которая для него давно стала призванием. Возможно, среди сегодняшних волонтеров такие тоже найдутся. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.